принесешь ну это здравствуйте друзья сегодня у нас очередная встреча из цикла царско-сельские встречи в гостях замечательный поэт драматург писатель философ публицист и общественный деятель александр образцов саша добрый добрый день я рад что ты наконец-таки появился здесь у нас студии и мы можем немножечко поговорить о том чем живет сегодня в россии писатель александр образцов ну во первых ты знаешь хочу вот сразу такой что-то по этому поводу думаешь ты знаешь я часто сталкивался вот с чем сейчас сталкиваюсь разговариваешь с людьми причем из питера казалось бы они так сказать что такое вот здесь живут и его драматург и люди я вижу плавают они не понимают этого слова и не кто-то говорит почему современные ли они говорят но это что-то или из цирка или из театра то есть это почти метром пашево вампилова вот понимаешь когда наступила эпоха когда не знают слова драматург может быть и писать надо как-то уж совсем коряво просто и доступно на потребу публики вот твоя позиция ну это значит сдаться публике так поднять руки и сказать все ребята я ваш но ты же не можешь писать так как нужно им понимаешь вот это самое когда-то не на за раз не можешь назваться драматургом что не пьет кто-то да кто-то тогда то есть когда у тебя есть биография когда у тебя есть биография развития души скажем ты не можешь вот мой хороший знакомый к сожалению покойный александр моисеевич володин он говорит ну что такое думаю дай-ка я заработаю денег срублю денег немного потому что что не пишу все малотиражное денег мало приходит с авторских там два театра ставят один там назначение так далее володин ставили много тут уж ладно и он говорит я думаю сейчас я допишу что все гельманом перевернуться и он говорит я написал редактор почитал и говорит саша не пиши больше такого ты не можешь такое писать потому что вот если я захочу написать допустим книгу такой как пишет маринина я не смогу описать мне интересно и я не смогу а ей интересно видимо вот этот вот простой сюжет саша ну какая история но получается что читатель вот мы сказали за александр моисеевича володина великого драматурга тоже моего учителя его считаю моего друга я издал несколько книг но вопрос ведь другом была другая эпоха когда он рассуждал о той массовой культуре она была другая нежели сейчас сейчас совсем все ниже и ниже и ниже плинтуса и что же делать вот в этой ситуации ты говоришь не сдаваться писать по-прежнему но где тогда читатель вот ты один из немногих наверное питерских писателей которые печатаются в журнале новый мир и новый мир всегда был для русской интеллигенции и 60 и 70 до 80 и годы в общем журналом где были какие-то потаенные крамольные смелые вещи да и так далее и так далее сейчас мы с тобой обойдем весь петербург все его подворотни все его киоски и мы не найдем журнала новый мир кроме как в публичной библиотеке один экземпляр вот как быть писателю в этой ситуации как быть если я в феодосии пришел в газету городскую кафа называется и заместитель главного редактора хотел я на нее впечатление произвести так как принес тексты естественно довольно сложная и говорю ну вот я опечатался в новом мире она говорит а что это то есть заместитель главного редактора а дочка главного редактора замужем за виктором ерофеевым вот вот какие я считаю что мы очень быстро спускаемся средневековья к сожалению и с этим я не знаю что делать потому что ну вот допустим у меня сын он книг не читает он он думает что он с экрана все уловил при этом замечательный музыкант а там все должное и человек такой креативный снимает даже сказал тебя кстати иногда даже твои так сказать какие-то выступления очень он несколько книг не читает также как моя дочка например в доме нет книг вот компьютер там всякие прибамбасы при этом человек творческий вот парадокс смотри какой интересный я не знаю даже что с этим делать потому что мы воспитаны на романной культуре ну в крайнем случае повесть там какая-нибудь битовская или поповская или что угодно они воспитаны на комиксах по существу то есть все то что они читают это комиксы из из этой литературы я признаю и глубоко прикрепление преклоняюсь это единственное что спасет это анекдоты анекдоты но я не знаю я никто тоже какие-то стали интересные интересные но там я иногда смотрю журналы итоги смотри там в конце анекдоты вот те анекдоты которые рассказать нынешние певцы опять же там да какие-то исполнители они какие-то не смешные вот я кстати собираю тоже анекдоты издаю сам на принтере там своим знакомым раздаю и у меня есть вкус как бы да сашенька вот по поводу твоих изданий у нас такой небольшой формат чтобы все-таки поговорить мне потрясающим образом вот ты говоришь что делать да вот мне понравился путь александра образцова когда ты несколько лет назад понимаешь что желтая пресса захлёстывает как говорил кшиштоф занусе слава богу кончилась эпоха гутенберга потому что слишком много вот этой желтизны и заканчивается она но ты тем не менее как знаешь такой первопечатник федоров ты освоил профессию печатника достал оборудование у себя дома и издал ну такое собрание сочинения даже помню тебя там или купил и как ты мне подарил во всяком случае 30 замечательных книг где было твое индивидуальное оформление где были значит какие-то индивидуальная верстка и так далее и так далее вот расскажи об этом проекте даже чрезвычайно интересный проект действительно интересный потому что я решил издать 100 своих книг они примерно по 60 страниц ну одиннадцатый кегль или двенадцатый кегль там довольно много помещается листа 4 3 вот так вот и вдруг понял что это это такое замечательное замечательное время препровождения для меня я просто как бы даже захлебнулся потому что ты можешь отдельно печатать пьесы отдельно печатать эссе потом прибавить туда рассказы к потом стихи разбавить чем-нибудь и так далее я издал 111 книг и сделал вечер такой в галерее барей называлась называлось это мероприятие елка образцова я повесил на елку 111 книг гениально приходили люди и совершенно ошалевшие то есть вот они привыкли к скандалам а скандал это значит или снять штаны или там посреди невского проста или желательно а тут вдруг раз человек на елку повесил 111 она должна своих заметь своих да и после этого я в газете новый петербург предложил говорю ребята давайте спасаться сами будем издавать эти книги помогать друг другу и так далее много ведь достойных людей я считаю что процент творческих людей не изменяется просто их задвигает саша на вот смотри процент достойных людей согласен многие наши знакомые снова как в 70-80 года замечательный режиссер алексей воробьев идет в сторожа на стройку замечательные чуть ли не финалист букера который кстати я туда собственно и продвигал эту книжку сереже носов на лист букера продает сейчас в магазине работает значит продавцу вот наступила драматура которого ставили в сша в швейцарии на украине в россии лауреат разных премий кстати драматургических в москве пятеро я знаю твоя пьеса получила большую так сказать большой приз 2 тысячи долларов не до кого получил доллары долларами первая премия по россии да и ты тоже в общем вынужден иногда обращаться к худрукам в том числе и питерских театров потому что они не платят денег людям они людей то есть в начале было слово это слово уничтожается и отсекается кем режиссерами казалось бы людьми культуры питерским я знаю одного такого худрука театра комедианты назовем его даже открыто и ты писал статью деньги драматурга верни значит деньги не знаю вернули тебе или нет каледа известнейший драматург тоже был в живом журнале писал что это в общем жулики в этом театре комедианты ему не платят денег но при этом я смотрю театр комедианты процветает в каком смысле новых постановок за два года нет но худрук пересел там с какой-то машинки советской российской на джип так сказать он уже рассекает по городу на джипе дочка тоже на какой-то такой машине понимаешь что происходит что же это за люди что это за монстры которые руководят питерскими театрами и уничтожают слово происходит распил распил всего распил замыслов распил денег и так далее дело в том что вот у меня допустим шел спектакли на литейном и саша гетман руководителя твой товарищ можно сказать приятели они сейчас все мои приятели что владеют владеют театрами и шуб и новиков и гетман и даже щиидзе в какой-то степени вот и вдруг 22 спектакля за год я получаю 300 долларов зала а зала я должен получать 8 процентов отвала то есть если билеты по 300 рублей допустим 200 человек зал там или 500 то я со 100 тысяч должен получить ну 8 тысяч или что сколько так а я получаю 300 300 рублей и когда я им говорю об этом они говорят зарабатывать нужно идти на телевидении сериалы писать а ты что хочешь у нас заработать что ли я не хочу заработать у вас я хочу свои деньги получите верните то что положено ну да по закону положено я скажу чем проблема вот это казалось бы люди культуры хотя сильно сомневаюсь когда разговаривали с тем же худруком театр комедианта он с гордостью сказал я никогда не смотрел фильм филини 8 с половиной понимаешь да и может быть в этом дело какое-то узкое направление культуры или в том что они чрезвычайно ревнивы я знаю что многие режиссеры и ты это знаешь вообще не пускают никого даже режиссеров других на своей площадке ставят сами все что им в голову взбредет вот может быть в этом делу я я думаю что здесь еще комплекс неполноценности потому что когда человек садится в кресло художественного руководителя он одновременно становится помещиком владельцем живых душ актеров и и одновременно он должен доказывать что он имеет право здесь сидеть а там ведь вокруг и критики и публика которые говорят господи да что и он здесь сидит он же ничего не может и поэтому он как на сковородке с одной стороны холодно с другой жарко и может это трансформирует характер но бывает я откровенно говоря не встречал таких крепких режиссеров которые были бы крепки именно духом и ну мировоззрением обычно они вот как как трава в ручье куда повернет ручье туда они гнутся и гнутся и гнутся вот сейчас особенно вот это последняя меня бесит манера когда они выводят ансамбль песни ленинградского военного округа и обязательно он сопровождает пьеса островского шекспира там какие-то мужики в куражке есть какие-то гигантские деньги которыми просто даже не знают как распорядиться на джип он потратил вот смотри вдруг театр комедианта ну а дальше он же не знает что сделать может быть в этом дело понимаешь в этом же дело вот государственные деньги даже все идет без контроля он же и мне не платит и актерам не хочет платить потому что он не считает может быть слово вообще важным да в начале было слово это размылось ушло нет вряд ли вряд ли это это такая глубоко укоренившись ведь по существу режиссерскому театру у нас 100 лет вот как собрались и станиславский немирович датчика славянском базаре и начался режиссерский театр потому что до того в александринке ставили актер конечно просто разводили сами да и это умели может быть это было интересно и живо мы не видели этого мой любимый моя любимая история о каме гинкасе который совершенно серьезно это такой московский режиссер когда-то в питере здесь да он со своей женой гетто яновская они еще для меня лично они они интересны тем что у них полностью отсутствует чувство юмора но это уже другое дело и вот он говорит нас было четверо пьеса на троих посмотрели друг на друга и те трое говорят иди в зал посмотришь как мы расходимся и с тех пор я сижу в зале он думаю что смешно но это действительно профессии режиссер это разводка саж понятно здесь лишь слово разводка на такое много много значное да разводка сейчас получается разводка зрителей разводка вот в таком широком смысле этого слова потом покупка тех же тех же театральных критиков за бутерброды потому что я когда был в соединенных штатах в нью-йорке мы ездили к стадис коридо там саро там были они ловской центр нас пригласил и там видны российские драматурги да там да и там сказали что самый главный человек в театре в нью-йорке это театральный критик но пусть он попробует кого-нибудь похвалить или отругать не по делу то есть это такой не знаю кланы какие-то да да это такой верховный суд а у нас ну вот верховный театральный суд верховный театральный суд чуть-чуть мы чтобы перебить немножко кстати в нью-йорке я вот здесь в журнале звезда здесь был роман у меня один с половиной рассказов для дженнифер лопес мы там встретились дженнифер лопес и мои рассказы переводил один из саш вот замечательный грамм сейчас начнем мы сейчас делаем маленькую перебивку просто посмотрим нас передачи царскосельские встречи здесь люди те кто связан с царскосельскими встречами и с нашей программой будьте любезны покажите пожалуйста нам вот такую маленькую подборку здесь и чем люди творческие здесь и мамин и митяев и мамин и лейкин лёня который вот значит был у нас в программе те люди как вот вместе мы значит иногда вручаем какие-то премии просто иногда собираемся но это такие редкие звездные минуты не то что вот происходит каждый день сколько я этой премии этой премии вот царскосельской почти 20 лет уже достаточно большой срок петрополь немножечко поменьше вот такие моменты моменты я бы сказал такого счастья когда все вроде друг друга вот митя шагин да так сказать дарит дарит свои картины у нас традиционно на наших вечерах здесь и шостакович и слонимский сергей михалович некрасов директор музея пушкина вот такие редкие мгновения вот александр николаевич сакуров наш тоже учредитель и митя шагин который вот всегда как-то щедро вручает вот сергей мигицко счастлив здесь каким-то так сказать мгновением промелькнувшим исчезнувшим семён альтов серёжа алипов замечательный наш скульптор игорь каванша вот тоже мне кажется замечательный актер вот но это вот такие мгновения мгновения а теперь мы давай перейдем к дженнифер лопес и к твоим с ней отношения потому что есть целая книга посвященная у тебя вот во первых вот эти замечательные книги я просто хочу призвать всех зрителей наших возможно читателей ищите книги александра образцова как говорится это того стоит потому что проза саша всегда блистательно остроумно парадоксально не занудно читать его не скучно и даже пьесы потому что иногда такое есть знаешь саш расхожее мнение пьесы читать скучно в той пьесы читать легко мне например расскажи про дженнифер лопес и про эту книжечку замечательно но дело в том что мы когда были в студии new dramatis на 43 улице центр манхэттена и самое такое грязное место там одни бомжи и так далее и баптистская церковь стоит и вот там администрация города нью-йорка как бы подарила драматургам вот это здание эти драматурги ведут себя очень прилично то есть они издают все пьесы американские вот там громадные такие стеллажи все американские пьесы за все года все выставлены это очень большая но сейчас конечно это было 80 90 году сейчас конечно в интернете все это стоит и так далее и они устраивают читки вот те актерские читки на которые у нас трудно затащить людей и так далее там они нью-йоркские актеры прибегают сразу я говорю с радостью да и я говорю но вот дженнифер лопес она там тогда жила она придет они только позвони она мгновенно появляется там мне был приятель который жил в москве борис хургин он к сожалению спился в нью-йорке и умер среди порториканцев так вот такой был американоман и он думал что там замечательная страна где все цветет и пахнет но не выдержал вот этого стресс потому что работать надо и нельзя расслабляться вот и он приводил эти рассказы она слушала и вот и родился этот роман да саша но я еще скажу что надо читать саша образцу и стихи замечательные твои блистательные селентиум и вот две новые книги прозы давай сейчас чуть-чуть у нас такая довольно знаешь программа стаерская и спринтерская да скорее спринтер спринтерская да стаерской другие программы значит расскажи пожалуйста участвует новая затея ты вообще чек общественным потому что ты пишешь меня всегда потрясает что ты успеваешь написать хороший рассказ хорошую новую что чрезвычайно трудно и одновременно затеваешь все время новые проекты у тебя там были вот эти попытки читок объединить драматургов актеров питерских вот один из немногих людей которому дорог театр по-настоящему понимаешь не просто формально ты худрук получаешь зарплату джипа и так далее откаты а ты это делаешь бескорыстно вот сейчас твоя новая затея твоя и твоего товарища красногорова это гильдия драматургов да это петербургская гильдия драматургов но здесь сама эта фишка в том что впервые за последние 20 лет были объединены два непримиримейших союза писателя хотя бы на уровне секции драматургии это союз писателя петербурга которым собрался апрель юбералы и так далее ты был члену я был членом потом ушел потому что там там такая какая-то не было такого ощущения общества такого сообщества не было но пришел сюда здесь тоже такого ощущения к сожалению другой союз случай когда ты особый человек знаешь как когда продали было такая уходит вдаль куда-то даль не затеряться бы вдали немаловажная деталь ты все же далее не дали да писал гав вот ты все время куда-то двигаешься и хочешь с одной стороны это мне кажется чрезвычайно плодотворно а с другой стороны ведь не одно ли тоже вот смотри получается только что премьер привел жил в россии хургин ехал в америку в общем то же самое спился умер то есть казалось бы может быть нет такого райского места на земле нет такой точки и гильдия драматургов это пока еще значит такая прекрасная идея я знаю что вице-губернатор кичеджи сейчас мы с тобой встречаться кстати похвально ведь при прежних властях люди эти не собирались встречаться вот скажем с драматургами да какой там там алла юрьевна манила была она вдруг услышал что мы сделали в шесть спектаклей вот этих драматически условных и она вызвала своего там совместителя комитета по печати а графинина анатолия и говорит что там происходит в городе вы в нет узнать и доложить после этого началась вот это вот как бы поддержка вот мы выпустили очень хорошо сказал как бы поддержка как бы они дали некоторое количество денег и выпущена была книга царь баба впервые за 30 лет сборник пьес в городе современных драматургов да современного там пять имен всего ну замечательно такие ну хотя бы до первый раз потом из той же серии вы выпущены была книга прозы сейчас эссе выпускается то есть мы дали толчок какому-то такому проекту долгосрочному но если говорить о драматургии то я вот в девяносто шестом году ну скажу честно я основал домик драматурга замечать и он существует до сих пор хотя после этого пришли другие люди да тебя оттеснили нет не оттеснили я сам перешел это была такая игровая вещь ну на на один год поиграть они всерьез восприняли ну ладно пусть они занимаются у нас сейчас просто немножко вот видишь формат завершается замечательно что гильдия существует расскажи пожалуйста как ты все-таки успеваешь писать и что ты сейчас пишешь и что вообще тобой движет что тебя волнует в этой жизни меня волнует в жизни так как лет мне уже довольно много накопилось и я как-то иван ивановичу краско говорю иван а ты бы не сыграл ли суворова и он будет это моя мечта и я вот сейчас он говорит я найду деньги у силовиков я говорю я не могу писать стол пойми ну ну всю жизнь пишешь в стол бесплатно и так далее уже не хватает сил он ведь я найду деньги услуги и я хочу почему я суворова суворов помимо того что это национальная идея по существу это крупнейшая фигура может быть вообще последних трехсот лет и по художественному такому исполнение не все знают они уже забыли этого суворов да и больше того он имея очень плохое здоровье он постоянно умирал и он в 71 год перешел через альпы спустился на заднице по леденому через сенготарский перевал и они ворвались в этот муттен и с тех пор деревня муттен швейцарии считается что там потомки татар да короче да короче эти гренадеры альпы после этого оплодотворили швейцарию она вот такая вот наша страна красиво в завершении вот сейчас нашего отыскать программу хочу тебя во первых тоже пожелать чтобы ты после 70 тоже покорял свои санготарды не сдавался потому что на самом деле еще раз это один из немногих таких штучных петербургских людей нынче все рассыпалось люди идут на компромиссы кто-то идет во служение к власти кто-то как-то говоришь пишет сериалы а кто-то все-таки продолжает отстаивать знаешь вот эту позицию когда-то фолкнер сказал может быть знаешь не понимая даже может что будет дальше он говорит чек выстоит и победит вот я иногда это об этом думаю я не знаю каким это произойдет путем но наверное то что вот скажем есть ты в этой жизни есть твое творчество потому что наверное все таки может быть кто-то дойдет до до библиотеки откроет же на новый мир с твоими рассказами кто-то может быть даже найдет твою книгу стихов у тебя в интернете кстати в интернете там много у меня поставлено неизвестно кто ставил у фолкнера есть замечательные еще слова для чего вы пишите спросили фолкнера а он сказал вот для чего человек садится на скамейку берет перочинный нож и пишет здесь был килл рой вот для того и пишу чтобы оставить себе надпись на скамейке ну это он не продолжил конечно потому что там продолжение должно было быть я раскрывая душу и обращаюсь с доверием к людям я думаю что они в ответ меня не ударят вот это вот фраза здесь был килл рой и поэтому ну вот будем думать что все это как-то устаканится у нас с одной стороны как ты заметил опять же я полностью согласен мы идем в средневековье это неизбежно идет снижение уровня но тем не менее кому-то надо держать какие-то планки и я думаю что может быть наша с тобой гильдия драматургов и ты как в общем такой вождь лидер ну я координатор у нас координатор красногоров не важно там чтобы не было начальник менее так сказать на мой взгляд интересные я тебе желаю творчества и вот этих сил перейти с энд-готарт в 70 с лишним лет это замечательно спасибо спасибо до новых встреч ура ура